Фундаментальная монографическая выставка, рассказавшая о жизненном и творческом пути архитектора Бориса Мезенцева, была организована в Ульяновске впервые Музеем-заповедником Родина Ленина и Музеем архитектуры имени Щусева в сентябре прошлого года. В год своего 40-летия Музей-заповедник презентовал каталог выставки «Борис Мезенцев. Творческий поиск архитектора». В издание вошли 16 самых интересных проектов Бориса Мезенцева, одного из самых ярких отечественных архитекторов середины и второй половины XX века. Центральное место в повествовании отведено историей создания проекта Ленинского мемориала и его строительства. То есть после того, как выставка прекратила работать, и вещи уехали в Москву, в хранилище музея Щусева, мы стали получать огромное количество заявок. И поняли, что вот это событие необходимо увековечить. Собственно, поэтому совместно с Музеем Щусева было принято решение об издании каталога этой выставки. И вот сегодня мы празднуем, потому что каталог вышел. Это замечательное издание, в котором опубликованы две статьи и весь изобразительный материал, который был на выставке. На площадке музея гостей познакомили и с монографией мастера архитектуры Симбирска Петр Курочкин. Издание посвящено жизни и творчеству симбирского архитектора Петра Курочкина. Авторы неповторимых деревянных зданий в стиле модерн и строителю значимых городских объектов, сформировавших уникальный архитектурный облик Симбирска-Ульяновска и ставших украшением города, замечательного педагога. В книгу вошли архитектурные проекты, документы и сведения из фондов Государственного архива Ульяновской области, исторические и современные фотографии зданий, спроектированных и построенных Курочкиным, а также семейные фотографии. Авторы издания – историк Екатерина Куликова и архитектор, руководитель архитектурной мастерской «Симбирск проект» Александр Капитонов. Архитектор удивительной судьбы. Он по образованию десятник. То есть он профессиональный строитель с академическим строительным образованием. Учился в Петербурге и вместе с Вольцевым и Левчуком приехал в наш Симбирск. Он помогал им в строительстве их великолепных зданий, вел их строительство. И как архитектор он имел право, как десятник, строить только деревянные здания. Ну какие это здания? Самые интересные, самые красивые, которые составляют лицо нашего города. Альбом «Владимир Сидоров. Акварели» представил сам автор, архитектор, художник и педагог. В него вошли 174 акварели. Он состоит из двух частей. Первая часть – это Симбирск, среда городская. А вторая часть посвящена моей родине, малой родине. Это Север, Кенозера или Кенозера, Кенозерский национальный парк. Несколько экземпляров каждого издания были переданы в фонды Дворца книги. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.